Здравствуйте! В эфире территория Тольятти. В новом году мы по-прежнему будем держать вас в курсе всего самого важного и интересного, что происходит в этом городе. Новостройка грозит разрушением многоквартирному дому. Жители больше года с тревогой наблюдают за состоянием стен. С каждым днем трещины шире, беспокойства больше. Чем грозит начавшееся разрушение собственникам дома, узнала наша съемочная группа. Невольным свидетелем частной жизни своих соседей Нина Леонидовна стала почти год назад. Попытка замазать трещину не увенчалась успехом. Разлом между несущими плитами растет с каждым днем. Паутиной трещин стремительно покрываются и другие стены квартиры. Вот пошла трещина, обои все спучились. Два-три месяца это все пойдет трещиной. Она уже разорвет обои. Представители управляющей компании в квартирах дома 3 на Цветном бульваре частые гости. Развешивают марки и геодезические маячки, фиксируют динамику разрушений. Стены дома буквально трещат по швам. Сначала трещин не было видно, но треск вот этот происходил. А потом уже появились трещины, тут уже и треск стал побольше. Так треснет иногда ночью раза два-три, что до утра вообще не спишь. Ожидаешь чего-то худшего, конечно, естественно. В ожидании худшего собственники многоквартирного дома живут с апреля прошлого года. С того момента, как многоэтажная вставка превысила размеры двух стоящих рядом домов. 22 года этому дому, значит, никакой динамики каких трещин не было. После строительства дома появились эти трещины. Мы все понимаем, управляющие компании и жители этих домов понимают, что это последствия строительства этой ставки. Оценить масштаб разрушений и найти виновного помогла бы строительная экспертиза. Но где найти финансы на ее проведение, пока неизвестно. Но инициативная группа намерена идти до конца. Нам нужно, чтобы укрепили фундамент нашего дома и сделали стяжку стен, чтобы дом не пошел дальше. Вот и все. Мы не хотим отсюда уезжать. О проблемах дома с трещинами хорошо знают и в городской администрации. Раскрыть планы по спасению в Департаменте архитектуры и градостроительства обещали на следующей неделе. Территория Тольятти будет следить за развитием событий. На этой неделе в Тольятти появились крымские дворики, созданные лучшими малярами-декораторами страны в рамках первого открытого чемпионата по стандартам WorldSkills. Больше 40 человек из 14 регионов России и всего 22 часа на выполнение непростого задания. О том, как из краски и шпатлевки создаются декорации солнечного Крыма в следующем сюжете. Острый глаз, умелые руки и полное взаимопонимание в команде. Формулу успеха Тольятти нец Роман Гарун вывел еще в прошлом году. На всероссийских соревнованиях WorldSkills в компетенции малярно-декоративной работы. У нас все распределено по заданию, кто что делает. И мы, в принципе, друг другу не мешаем и хорошо справляемся очень. Отлично. Мы уже до этого сидели, обсуждали конкурс задания, определяли наши роли каждого на конкурсе. Вот работаем. Пока, допустим, я клею обои, а не наносят какую-то фактуру. В команде три человека. Студент строительной специальности, мастер производственного обучения и профессиональный маляр-декоратор. Для последних это возможность и себя показать, и на других посмотреть. Я здесь увидел очень много нового для себя. То есть люди, которые делают декоративку очень хорошо. Вот. Это очень интересный опыт. Первые специализированные соревнования и уровень сложности не ниже мирового. Участники должны создать экстерьер и интерьер крымского дворика всего за 22 часа. Несколько модулей, включающие в себя и обоиные работы, декоративную штукатурку, и художественную работу, и жесткую фреску для того, чтобы понять уровень подготовки обучающихся и отстроить задание, которое пойдет на национальный чемпионат 2016 года. Серьезные задачи позволяют в полной мере оценить потенциал региона и отдельных участников, уверен главный национальный эксперт компетенции Сергей Рыбкин. Первый в регионе, специализированный центр компетенции на базе колледжа технического и художественного образования позволит не только проводить всероссийские соревнования, но и повышать уровень участников. В будущем здесь будут обучаться лучшие преподаватели, мастера производственного обучения, тренироваться, значит, национальная сборная по этой компетенции, оказываться, возможно, дополнительные коммерческие услуги с точки зрения обучения профессионалов уже с рынка. Так что вот такая точка накопления и распределения лучших передовых практик. По итогам этих соревнований в тройку лидеров вошли команды Тольятти и Самары. Свой титул чемпиона подтвердил и Роман Гарун. Впереди у победителей чемпионат Европы 2016 года. Дни новогодних каникул на самой большой сцене Автограда исполнили похвалу бабушкам. Рождественский мюзикл поставили педагоги и учащиеся православной классической гимназии. Сами шили костюмы, сочиняли музыку и исполнили главные партии. Что из этого вышло, узнала наша съемочная группа. Пусть роль не главное, но несомненно очень важная. Ульяна и Фрося в мюзикле выступают в роли подушек. Почти два месяца разучивали слова и вживались в образы. По сценарию мы сестренки и мы всегда играем, но иногда мы ссоримся и наш диван разлучает, то есть он как папа. Да, как папа и подушки мы не очень молодые. И диван тоже такой потертый, старый. В песне тоже так по сценарию говорится. Он всегда нас заботится, помогает нам. И если девочки только делают первые шаги на большой сцене, то Никита второй год работает над одним из ключевых образов мюзикла – духа книжного шкафа. Это очень интересная роль на самом деле, потому что мой персонаж утонченный, элегантный. Он человек, если можно так выразиться, где-то времени Александровского, я так считаю. В общем, нужно сыграть Бальмонта. И у нас это, надеюсь, получится. Духи дома или похвала бабушкам – светлая история о том, как любовь, справедливость и уважение к семейным ценностям могут сотворить чудо. Впрочем, настоящее чудо на сцене и в зрительном зале. Да и сам праздник Рождества следует считать детским праздником, отметил митрополит Самарский Сызранский Сергий. Дети своим чистым сердцем взирают и порой не осмысляя, но чувствуя дыхание божественной вечности. Вот эту благодать, которая исходит от этого праздника, и они становятся светлее, чище, ближе друг к другу. Традиция благотворительных рождественских спектаклей существует в православной классической гимназии уже 18 лет. Закончились рождественские празднования у наряженной елки театрализованным представлением и раздачей сладких подарков. Анжела Манылова, Борис Кислицын, Новости губернии, Тольятти. На этом у нас все. Встретимся через неделю на территории Тольятти. И помните, если у вас есть проблема, она может стать темой следующего сюжета. Пишите. Редактор субтитров А.Семкин